Ну что, мы начинаем наш стрим. Спасибо всем, кто подключился или еще подключится. Сегодня у нас интересная для нас, по крайней мере, тема. Это все эти новые прекрасные вещи, связанные с защитой персональных данных. Сегодня с нами об этом поговорят эксперты в сфере приватности защиты персональных данных. Это Сергей Воронкевич из Data Privacy Office и Алексей Козлюк из Human Constance. Мы, ребята, уже этим вопросом занимаемся, ну, долго, не знаю, года четыре, может быть, точно. И я помню, что еще, с чего все начиналось, мы делали исследование, вот Сергей тоже активно участвовал про орган независимый по защите данных, да. И тогда это еще, наверное, были какие-то первые такие шажки к закону, мы там что-то пытались объяснить, рассказать. А тут в этом году вдруг всем стало прям интересно, что вообще персональные данные, надо что-то защищать. И началось все, ну, не знаю, интересно, я бы сказала, с той стороны, с которой не ждали, а именно с введения новых каких-то законов, статей и ответственности новой. Ну, расскажите, давайте начнем с того, а что вообще, что сейчас происходит с нашими персональными данными, и что, наверное, изменилось после первого марта, ради чего мы здесь все собрались. Давай, Сергей, может быть, ты начни, что для тебя, наверное, сейчас самое актуальное после вот этих нововведений. Общая картина, что происходит, это дикий запад с персональными данными. То есть, представляете, ковбои бегают по пространству, собирают персональные данные, там карты лояльности, рассылочки, больше-больше-больше данных собираем. Не важно для чего, не важно зачем, накапливаем им, вдруг пригодятся. И вот на этом диком западе вдруг появляется шериф, который сразу начинает стрелять по всем, пока еще даже не установив правила. Это такая моя метафора, которой можно хорошо описать то, что сейчас происходит в плане ответственности. Идет в начале ответственности, появляется потом закон. Я думаю, Леша, ты об этом скажешь более подробно. Но в общем мировом масштабе этот тренд, общем мировой, появляется законодательство о персональных данных, оно там, где уже было, оно становится все строже, все более разносторонним. По этому направлению, в этом направлении идут, конечно же, впереди всего мира европейцы с европейским регламентом GDPR, General Data Protection Regulation. Вот именно этим регламентом я занимаюсь. Я не являюсь специалистом в национальном регулировании, но из того, что я вижу на общеевропейском уровне, это, конечно, огромный прогресс по сравнению с тем, что имели европейцы до 2018 года, когда вступил в силу этот регламент. И, конечно, это гораздо дальше, чем сейчас находятся восточноевропейские страны, чем находится Россия или Беларусь, или Украина. Но тренд, он задается, он идет в этом направлении, идет весь мир. Даже Китай уже присоединился к этому тренду. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это закон о персональных данных белорусский, точнее его проект, это изменение в ФЗ-152 российском, это новые законы, которые появились в Турции, в Бразилии, в Индии, говорят о том, что это регулирование будет только нарастать. Вот. Ну, а у тебя какая метафора, Леш? Слушай, ну, я, да, я как-то недавно говорил про то, что это, да, телега, которая идет впереди лошади. Я не помню, там, статья была на белорусском, я не помню, как это точно было переведено. Но, в общем, мне очень интересно, почему именно сейчас. У меня есть какие-то версии, я думаю, что мы еще об этом поговорим. Но в целом Яна говорит про то, как давно мы этим занимаемся. Честно говоря, уже немного надоело говорить об одном и том же, о том, что да, нам нужен закон, закон должен быть таким. Разработка концепции закона о защите персональных данных началась, наверное, где-то, может, чуть ли не раньше, чем начали разрабатывать GDPR. То есть до того, как еще был черновик GDPR, у нас уже была концепция закона. Это было еще до 2016 года. В 2016 году мы уже на IGF в белорусском, мы уже на дне приватности, мы уже говорили о том, что вот у нас такая-то концепция, было бы неплохо вот ее доработать, и чтобы у нас был, наконец-то, закон. 2016 год. До сих пор закон о защите персональных данных не принят. Есть какой-то текст, который обсуждался два года назад, три, почти уже три года назад, в 2018 году обсуждался законопроект, который в 2019 был принят в первом чтении. С 2019 года в парламенте где-то пылится текст закона о защите персональных данных. Его до сих пор готовят ко второму чтению. Кажется, там появились какие-то изменения, про которые мы ничего не знаем, потому что, опять же, публичное обсуждение было одного текста, а принимать сейчас будут совершенно другой текст. Мне безумно интересно, что они там понаписывали, но то, что мы видим сейчас, это... Закона нет, но при этом с 1 марта у нас действует новый кодекс об административных правонарушениях, в котором есть новая статья 23.7, в которой написано о том, что незаконная обработка персональных данных теперь это правонарушение. То, чего раньше не было. И мне очень интересно, как без закона о персональных данных будет применяться эта статья. Ну да, самоформулировка, как незаконная или законная, подразумевает, что есть какой-то закон, есть какие-то концепции основополагающие, на что нужно опираться. Так, а на что опираются тогда вот эти вот нововведения вообще, о чем можно говорить уже, ну хотя бы о чем-то можно говорить сейчас. Что нужно знать? Бизнесу, не знаю, чтобы ничего не нарушить, или мне, чтобы ничего не нарушить, или кому-то, чтобы ничего не нарушить. Ну, сейчас есть фрагментарное регулирование защиты персональных данных. Я раньше говорил, что нету регулирования в Беларуси как такового, но, ну, как бы меня поправляют, поправляли, поэтому теперь говорю, окей, есть какое-то регулирование, есть два нормативных акта на уровне страны, в которых есть даже определение персональных данных, не совсем по классике, но есть там общее положение принципы заложено, но в принципе, как бы четких правил, которые бы действовали на физических лиц, на юридических лиц, на госсектор, коммерческий сектор, четких, ясных и понятных нету, и поэтому действительно немного поспешили с ответственностью, особенно в силу того, что, ну, формулировки говорят про законную, незаконную обработку, там, распространение, хранение и так далее, вот, но критериев для законности не задано. В этом плане я, ну, поскольку, опять же, я специализируюсь на международном регулировании, на GDPR, и даже на менеджерской стороне внедрение процесса по защите персональных данных, мне довольно тяжело в национальном регулировании белорусском как-то давать рекомендации бизнесу, и это не моя работа, я думаю, что есть коллеги-юристы, в смысле, я правиласист, есть юристы, которые прям в белорусские законы вчитываются и находят там, и видят какие-то правила в нынешних актах, но, к сожалению, сейчас в условиях, когда не задано четких критериев законности или незаконности, тут как карта ляжет у правоприменителя. То есть, если вы, если очень захотеть, любое действие с персональными данными может оказаться незаконным, потому что эти общо очень сформулированные принципы по работе с персональными данными не охватывают весь спектр целей, которые может иметь компания или физическое лицо для работы с данными, для распространения, использования, хранения. И наоборот, то, что является явным неуважением, явным нарушением прав, интересов людей, связанным с персональными данными, может запросто выйти из-под взгляда регуляторов, они будут говорить, окей, у нас нет правил, поэтому как мы можем вас защитить от действий этого лица, этой компании. На этом наши полномочия заканчиваются, как в этом неме говорится. То есть, я думаю, что здесь, поскольку очень пока туманны и не ясны сами правила в отсутствии законоперсональных данных, то мы имеем огромный, огромный риск для произвольного трактования и применения этой нормы ответственности. Произвольное, на усмотрение, и как итог, большой очень компонент коррупционный в этом всем, большой компонент, большой риск того, что эти нормы будут использоваться именно как произвол, как произвольное, поскольку в отсутствие четких ясных правил, за которыми можно было бы зацепиться, которым можно было бы следовать и себя защитить, ну, просто невозможно выполнить то, чего ты не знаешь. Вот, в этом плане я бы сказал, что, к сожалению, ответ и, ну, ответ не очень удовлетворительный, и тут, ну, практически мы сейчас, вот, до вступления в силу закона о персональных данных, мы будем находиться в ситуации неопределенности, и эта неопределенность будет усугубляться тем, что уже есть нормы, за которые тебя могут оштрафовать. Алексей, скажи, пожалуйста, вот сейчас есть какие-то нормы, за которые нас могут оштрафовать. Это что-то прям суперновое или что-то уже было? То есть можешь какой-то, ну, попробовать сравнить, что у нас уже было с законом, ну, вообще не законом, а с персональными данными, да, за нарушение, там, всяких вот этих штук, и что случилось после первого марта, что изменилось? Да, собственно, как выглядела раньше консультация юриста, к которому обращается бизнес, ну, либо там люди, которые спрашивают, вообще, а что у нас с приватностью и защитой персональных данных в Беларуси? Так, ну, посмотрите, значит, смотрим в закон о регистре населения, значит, там у нас написано, что такое персональные данные, там даже есть примеры, там основные дополнительные персональные данные, но это не все, что называется персональными данными, заглядываем в закон об информации, информатизации, защите информации, там у нас написано о том, ну, как-то более такое широкое определение того, что такое персональные данные, и оказывается, персональные данные, это любая информация, которая относится к лицу конкретному, либо на основании которой это лицо можно идентифицировать. И что у нас получается? А дайте нам конкретный список. А нет, мы не можем дать этот конкретный список. А дайте нам какие-то правила, по которым мы можем обрабатывать эти персональные данные. И вообще, что считается обработкой персональных данных? Ну, знаете, как бы смотрите закон дальше, там есть, в общем, полторы статьи, в которых написано правило обработки персональных данных. И, по сути, эти правила сводятся к двум вещам. Обработка на основании согласия, причем письменного согласия лица. Это значит, нужно как-то получить именно письменное согласие лица в любых ситуациях, кроме ситуаций, которые прямо предусмотрены законодательными актами. И что это за законодательные акты? Ну, например, когда в законодательстве о нотариате написано о том, что нотариус может собирать такие-то данные, вот, собственно, лицо должно предоставить эти данные. Либо, например, какое-нибудь законодательство о социальном обеспечении, о том, что вот в такой-то базе данных собираются такие-то вещи. Но для бизнеса там практически ничего нет полезного, потому что, ну, в законе не написано о том, что, например, информация для карт лояльности или информация, которая собирается через веб-сайт с помощью Google или там Google Аналитики или Яндекс.Метрики каким-то образом могут обрабатываться. То есть на все случаи обработки персональных данных нужно получать письменное согласие, даже если речь идет об электронных услугах. Естественно, это не работало. Была ли ответственность за это? Ответственности не было. Был ли кто-то, кто должен был следить за исполнением этого законодательства? Ну, как бы по общему правилу это прокуратура. Но я не знаю ни одного случая, когда бы прокуратура вмешивалась бы в эту ситуацию. И здесь хороший вопрос. Что у нас там с ответственностью было? А, ну, в принципе, у нас есть компьютерные преступления, да, там, где вот какие-то взломы. Ну, то есть в случае, когда утечки, там, перепродажи каких-то баз данных теоретически могли подпадать под регулирование даже уголовного кодекса в плане, там, несанкционированного доступа к информационным системам. Но то, что касается, знаете, вот этого халатного обращения, в принципе, с пользовательскими базами данных, когда, ну, вот тут мы собрали, тут передали, тут продали каким-то коллегам, тут, значит, передали просто так, тут, как бы, взяли с работы, унесли на новую работу. То есть это все практически никак не регулировалось. Была только ответственность за распространение персональных данных. Причем умышленная. То есть даже утечка, например, базы данных банка, это нарушение правил информационной безопасности, но при этом с персональными данными, ну, как бы, ничего не, как будто бы не происходило. Потому что, ну, утекли и утекли. Это же не умышленное распространение. Вот. А сейчас мы имеем совершенно другую ситуацию, когда у нас как раз-таки вот вся эта история, про которую тоже Сергей говорил, да, вот это вот фрагментированное законодательство, оказалось, у нас есть теперь ответственность за это. И, например, те же ритейлеры, а те же, да даже журналисты, которые собирают, занимаются расследованиями, публикуют имена, адреса, еще что-то, они все обрабатывают персональные данные, и явно не спрашивают письменного согласия у субъектов данных. Сергей, хотел что-то добавить. Да, я хотел добавить первую ремарку, ну, что, к сожалению, даже в случае принятия закона персональных данных, даже в случае, если наш закон будет такой же проработанный, как GDPR, у нас не получится создать исчерпывающего списка персональных данных, то есть бизнесу надеется о том, что законодатель предусмотрит все-все жизненные сценарии, когда та или иная информация становится персональной, не стоит рассчитывать. Здесь многое будет зависеть от просвещения, от работы надзорного органа с компаниями, с госорганами, с физическими лицами, использующие персональные данные, чтобы они осознавали, что относится к персональным данным, какие есть правила поведения. Но по большому счету даже GDPR не решил эту проблему, и каких-либо исчерпывающих перечней с персональными данными не будет, быть не может, к сожалению. А может и к счастью, потому что это заставляет нас думать про риски, думать про последствия для людей от действий с этой информацией. Второй момент, который я хотел прокомментировать, может даже перефразировать Лешу, это то, что действительно отсутствие регулирования компенсировалось отсутствием ответственности. Но сейчас, перефразировав эту фразу про строгость закона и необязательность его исполнения, появляется обязательность исполнения, потому что есть ответственность, но нету собственно закона, который можно было бы выполнять. Ну, звучит на самом деле как-то ужасно. Мы должны что-то соблюдать, но что соблюдать, непонятно. И я думаю, что непонятно не только мне, но и в принципе никому. Слушай, я более того скажу, что мы всегда, как правозащитники, говорили о том, что у нас нет ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. Ответственность – это один из трех важных компонентов работающей системы защиты персональных данных. Но мы даже в самом страшном сне не могли себе представить, что у нас произойдет вот такая вот ситуация. То есть все-таки как бы немного нарушена последовательность. Хочете ответственность? Ловите. Вот вам ответственность, но правила мы пока придержим. Правила мы не будем озвучивать. Слушайте, ну вот и что? Как с этим жить? Как это повлияет на бизнес? Как это повлияет на журналистов? Как это повлияет на меня как пользователя? Ну то есть что сейчас изменилось и что делать? Кстати, по поводу журналистов. Леша сказал сценарий про журналиста-расследователя. Но это не крайняя ситуация, когда это… Но это не только такая ситуация. Вот условно говоря, будут у нас Олимпийские игры, и займет какой-то из наших спортсменов, получит золото или бронзу, или серебро. Фактически в отсутствии, при наличии этой ответственности, при фрагментарном использовании, при наличии вот этих фрагментов про регулирование персональных данных, да я думаю, что есть опасность, что и в действующем законе персональных данных, журналист, у журналистов есть вопрос, а могу ли я называть имя призера Олимпийских игр? Или нужно сначала получить у него бумажку, что он не против? Или нужно получать у него согласие. А вот такого рода казусы не исключены, и понятно, что пока нет текста закона. Мы еще гадаем на кофейной гуще, потому что непонятно, что в результате в тексте закона оказалось, и решена ли эта ситуация. Но массу может ситуаций назвать и бизнес, при которых ни текущее регулирование очень фрагментарное, ни вот этот проект, который опубликован на право buy и содержится, не дает ответа. Вот ситуация с информационной безопасностью на сайте или на какой-нибудь сервисе. Вы логируете действия пользователей, чтобы обеспечить информационную безопасность, ну, например, защиту от DOS-атак. Каким образом, по какому правовому основанию вы будете обрабатывать эту информацию? Будете ли вы спрашивать у хакера, дай мне, пожалуйста, согласие на обработку твоих данных. И что будет, если хакер откажет? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Я не даю согласия на то, чтобы вы логировали мой IP-адрес и мои действия. Сможет ли себя защитить коммерческий бизнес? Сможет ли себя защитить госорганизация? Пока, вот, к сожалению, ответа на это не видно. Есть масса других обработок, связанных с персональными данными, и которые не вписываются ни в одно из исключений. Там у нас как бы закон построен немножко, ну, будущий закон о персональных данных, он повторяет, к сожалению, те же шаги, что и те же ошибки, можно сказать, что и российские 152 ФСЗ. То есть там они как, типа, есть одно единственное правовое основание согласия, и есть исключения, которые позволяют без этого согласия данные обрабатывать. И попытка засунуть в эти исключения какой-то список ситуаций, в которых не нужно спрашивать согласия, вместо того, чтобы назвать другие правовые основания, вот эта вот сама техника перечисления исключений не позволяет просто перечислить все, что бывает в жизни. Вот. А в жизни бывают разные сценарии, разные ситуации, когда обработка этих данных обоснована законно, есть нормальная общественно принятая цель, вот. Но, к сожалению, этой информации, ну, получается, что вы не можете обработать, не можете обращаться с этой информацией. И чего я опасаюсь, это не отвечает на твой вопрос, но меня уже понесло, поэтому я... Я его потом еще раздам. Чего я опасаюсь, что мы, следуя по тем же, наступая на те же грабли, что наступила Российская Федерация, но сделала это на 10 лет раньше, и она пытается эти грабли сейчас убрать с дороги, но по-прежнему наступает на них, ну, окей, мы решаем тоже учиться на собственных ошибках, то будет ситуация следующая. Будет два варианта, как преодолевать эти заложенные, вот реально повторяющиеся баги, повторяющиеся ошибки из российской практики. Первый вариант. Вы начинаете химичить с определением персональных данных. Это то, по чем... Тот путь, по которым пошли российские регуляторы, они начинают колдовать над определением персональных данных, чтобы исключить те или иные обработки из-под действия закона. Потому что, ну, действительно, они должны производиться, эти обработки. И госорганы это понимают, и бизнес понимает, и люди даже понимают, что здесь наивно спрашивают согласие. Не имеет его смысла спрашивать, но получить его никак не представляется возможным. И тогда начинают перекладывать с больной головы. Больная голова здесь отсутствие правовых оснований, заложенных в законе под обработку. На здоровую. Перекладывать на определение персональных данных, пытаясь сузить это определение. Например, исключить из перечня персональных данных мобильный номер телефона. Номер мобильного телефона. Как можно исключить мобильный номер телефона из персональных данных? Это же прямой даже идентификатор. Я уже не говорю, что дополнительная информация, которая может быть использована, чтобы связываться с человеком, чтобы ему отправлять, чтобы за ним следить, в конце концов, в некоторых условиях. Но это вот путь, по которым сейчас многие местные регуляторы в России идут многие консультанты, пытаются химичить с определением. Второй путь, который у нас также есть в той версии законопроекта, который опубликован на право бай, это вписывать все, что вы не можете под исключение, потому что нет исключения такого. Вы будете вписывать эту обработку либо в согласие, либо в договор. В текст согласия, либо в текст договора. Но проблема какая заложена? Ну как, у нас же закон тоже учится, и законодатели явно, разработчики закону явно исследовали международную практику, исследовали лучшие практики. Многие эти лучшие практики включили в эти законы, хоть не все. И вот одна такая best practice, требовать не просто согласия, а добровольного согласия. Но получается, что если вы засовываете в согласие обработку и ставите условия, ты не получишь сервиса, пока не подпишешь согласие, согласие уже не добровольно. Поэтому есть вероятность, что этот способ обойти с помощью согласия не удастся. И все, что останется, это бизнесу использовать контракт, засовывать это в договоры, вот эту обработку в виде информационной безопасности, логирования, и говорить, что ну вот это в рамках нашей услуги, мы еще будем следить за тем, что вы не злоупотребляете наши информационные системы и не ломаете ее. Поэтому это ответ на вопрос, как в будущем нам придется обходить и на практике избегать вот этих багов, и какие костыли мы можем поставить, чтобы эти баги преодолеть в законе. Но что делать сейчас, к сожалению, ответа нет. Я не знаю. Слушай, ну хорошо, вот ты сказал, какие есть минусы, да, какие уже существуют костыли в этом, даже еще в законопроекте, да, в этой идее. А как можно было бы это избежать? Ну то есть какое условно-то предложение, что нужно сделать, чтобы изначально это не закладывать? Ну такой, вдруг нас кто-нибудь смотрит, кто пишет закон, и такой раз. Я философски подойду к этому вопросу. Есть же GDPR, в котором это как-то по-другому предусмотрено. Смотрите, мы пытаемся засеять растение, которое не росло у нас на нашей почве никогда, да. То есть в этом плане я с большим пониманием отношусь к разработчикам закона и к тем, кто пытался его первые драфты делал, потому что, ну как, не было законодательства до этого, был какой-то международный опыт, но он где-то там далеко, в странах с другой практикой. И поэтому, может быть, философски посмотреть, что все же, видимо, через этот этап косяков нам придется пройти через косячное применение, через эти ошибки, чтобы набить собственные шишки, чтобы лечить эти шишки. И да, в идеале, в идеальном мире можно было бы сразу взять и переписать GDPR в себе законодательство. Ну почему нет? Почему нет? В принципе, объективных препятствий, чтобы не переписать это, с моей точки зрения, нет, но вопрос в мотивации, желании и, собственно, в способности это переписать. Потому что за GDPR идет, ну, GDPR сам по себе книжка, да, это огромный нормативный документ. Представьте, ну, такие в Беларуси законы очень большая редкость, они уже кодексами называются в Беларуси, когда вот это такие книжки, да. Второй момент, что за этой книжкой, за каждой статьей, за каждой нормой идет разъяснение надзорного органа. Которого у нас нет. Которого у нас нет. И есть вероятность, что он будет назначен или появится уже, когда закон начнет действовать, либо вот прямо накануне его действия. И у надзорного органа, представьте, сколько там должно работать сотрудников, какой компетенции должны быть эти сотрудники, чтобы как в Евросоюзе разъяснять, что такое легитимный интерес, концепцию персональных данных разъяснять или выпускать гайдлайнс о том, как защитить персональные данные, защитить интересы людей, например, в случае использования камер наружного наблюдения. Это же целые документы нужно, ну вот такие же по объему иногда документы издавать. Но поэтому вопрос лишь мотивации, ресурсов, но это достаточно были объективные факторы, по которым мы все же пошли по траектории России, пошли по тем же ошибкам, по такому же формальному подходу к персональным данным, к сожалению. Хотя, ну, к чести разработчиков закона, там появились уже видны вещи, которые в России не были предусмотрены, но они появились, скорее всего, как раз-таки на базе изучения европейского регулирования, видимо, директивы 95-го года, GDPR, 108-й конвенции, но они, знаете, как вишенки на торте. То есть они не являются основой для этого торта, они просто появились, они действительно этот закон делают чуть-чуть более прогрессивным, чем просто калька из российского ФЗ-152, но, к сожалению, они не меняют общую ситуацию. Еще вопрос, что из этих вишенок дойдет до праздничного стола, потому что у нас сейчас, ну, собственно, видя всю эту тенденцию, то есть как в том числе установлена ответственность за нарушение законодательства и то, за что и какие штрафы предусмотрены, видно, что видны приоритеты законодателя. Например, самая большая ответственность – это умышленное незаконное распространение персональных данных. То есть это вот публикация, ну, по сути, публикация персональных данных. Что очень интересно, то есть там даже те же нарушения технической защиты персональных данных, когда там могут в сеть утекать, не знаю, миллионы записей пользователей, это как бы в четыре раза меньше ответственность, чем за распространение. Причем распространение – у нас как бы можно распространить данные одного лица, и это будет распространение персональных данных. И там ответственность будет выше, чем нарушение правил обработки персональных данных, которые приводят к ущербу там для тысяч, может даже миллионов людей но это ладно как бы и мне вот интересно в том числе да про приоритеты вот ты спросила по поводу почему вот так почему бы просто не скопировать вообще противник копирование копирование даже иногда думаю что некоторые ошибки нужно пережить самим и пройти их и может быть хорошо что у нас нет вот это каких-то правил до которые там калька может быть там переносимость данных либо там по принятию автоматизировать решений на на основе принять автоматизированных решений там на основе алгоритмов может быть хорошо что у нас их нет потому что кто в беларуси опять же и законодателей из тех кто будет потом это применять понимают как работают эти технологии и какие белорусские фирмы на белорусском рынке используют эти технологии ну то есть может быть когда они начнут это делать то появятся соответственно и статьи такие и в том числе да когда я говорю про закон о персональных данных я только отчасти говорю про права человека потому что права человека это то что закон должен защищать но закон в том числе должен балансировать интересы разных стейкхолдеров заинтересованных лиц субъектов балансировать для того чтобы персональные данные были не просто какой-то информация ограниченного распространения как-то вот сейчас прописано в законе а чтобы это было и на была информация были данные которыми с помощью которых люди могли вступать во взаимодействие с помощью которых они помог получают услуги спам которые можно и нужно обрабатывать для того чтобы улучшать сервисы то есть это не просто какая-то защищенная информация это в том числе какой-то актив на основе которого можно в том числе зарабатывать деньги опять же уважая права пользователей а сейчас мы видим несколько другую историю вместо того чтобы сбалансировать интересы пользователей бизнеса и государства мы видим такое фрагментарное регулирование ну и в том числе да приоритеты которые в том же законопроекте они такие немного интересные там все сценарии большинство сценариев которые прописаны они основываются на том как госорганы обрабатывают персональные данные как будто бы кроме госорганов больше нет никаких операторов персональных данных и это супер странная ситуация и более того вот каждый раз когда вот да когда операторы будут натыкаться на вот эти вот препятствия на то что почему-то наш товарищ так назвал это все интересно это немного средневековый подход к законотворчеству когда вместо того чтобы прописать общее правило которые будут работать для всего ну с некоторыми исключениями возможно мы записываем каждую конкретную ситуацию что там в министерство соцзащиты что у нас там нотариат делая с персональными данными что у нас там минюст что у нас еще нет вот таким таким списочком это было в русской правде в это было в статутах великого княжества литовского это вот попытка да что у нас будет за то что украл корову что у нас будет за то что украл зайца что у нас будет за то что не знаю там украл лошадь и вот пропис попытка прописать каждый из случаев ну исходя из того что вот может быть вот так я представляю себе людей которые вносили как-то предложение в этот законопроект а мы видим что в основном эти предложения вносили госорганы то есть каких-то серьезных консультаций с бизнесом не было, то есть были мероприятия, которые в том числе мы организовывали для того, чтобы как-то донести эту повестку, сказать, что ребята, подождите, это же намного более сложный набор интересов, кроме как сбалансировать интересы МВД, УАЦ и, возможно, там, не знаю, какое-нибудь министерство соцзащиты. То есть вот этого не было сделано. И вот, отвечая на твой вопрос, как можно было сделать по-другому, а можно было изначально в дизайн закона и вообще в законотворческую деятельность заложить эти консультации и выслушивание всех сторон и попытку сбалансировать эти интересы. Чего не было сделано, ну, потому что вот так. Потому. Сергей, хотелось добавить. Я работал с несколькими клиентами, они находятся в таком секторе, ну, я не буду говорить названий, но, например, в банковском секторе. И, конечно, большинство из моих клиентов находится за пределами Беларуси, но у меня было несколько белорусских, которым нужно было говорить GDPR. И они говорили, что им прилетал этот проект закона для комментирования и мнения. Ну, это крупный бизнес, само собой, да, то есть вряд ли этот проект закона прилетал, скажем, предпринимателям, которые, ну, там, индивидуальным психологам, например, или вряд ли он прилетал, чтобы спросить мнение в те же сети, магазины, там, вряд ли Евроопт или Виталюр и прочие ребята, которые работают с большими массивами персональных данных на картах лояльности, видели этот закон. Хотя, может быть, тоже видели. Может, это и хорошо. Может, это и хорошо. Да, но знаешь, что меня беспокоило? На тот момент, что, ну, еще, если мои клиенты, там, по опыту работы GDPR еще понимали, о чем это, то, ну, другие компании, которые видели этот закон, не могли его откомментировать даже, потому что они не видели, или, ну, ведь для того, чтобы что-то откомментировать и свои интересы высказать, надо в этом случае хотя бы знать, что такое персональные данные у меня в бизнесе. Какие процессы с персональными данными я имею в своем бизнесе, чтобы примерить эту статью шестая, по-моему, в тексте закона про согласие и статья пятая по согласию, статья шестая про обработку без согласия, чтобы я мог эти статьи переменить к своим процессам и увидеть, о, законодатель не предусмотрел вот этот процесс, и теперь я не смогу спрашивать мнение об обслуживании у людей. Вот, вы знаете, звоните вы, и вы говорите, ваша запись будет записана. Это раз процесс. Возможно, в рамках еще помещается в какой-то из сценариев, но хотя я сомневаюсь, в статье шестой, а вот спросить мнение о вашем обслуживании, это другая цель обработки, уже не помещается. Я такой, так, нужно писать свое мнение и говорить, ребята, предусмотрите такое исключение без согласия, как сбор информации для того, чтобы улучшить наш сервис или оценить качество обслуживания и так далее. Это легитимный интерес. Да, но у нас в законе нет легитимного интереса. Вот, да. Ну, то есть, не обязательно прописывать каждый конкретный пункт, типа, вот ритейл, вот тебе телефонный звонок. Леша, ну, мы знаем с тобой, что такое легитимный интерес. Знает ли это юрисконсульт? Обычно юрисконсультом попадают эти законы, хотя законы о персональных данных это вообще не работа юристов. Вообще не работа юристов. Те страны, в которых персональными данными занимаются только юристы, там, скорее всего, в этих странах регулирование пошло по плохому пути, когда это формальность, это бумаги, но это нереальные процессы. Так вот, если бизнес-оунер, то есть владелец бизнес-процесса не увидел этот закон, не отрефлексировал, что теперь я с момента вступления этого закона не смогу это делать, это делать и это, и не составил свое предложение и не внес его, то, ну, понятно, что в этом законе этого и нету. Поэтому, ну, мало, честно говоря, было спрашивать мнение у бизнеса. Вместе с мнением нужно было бы делать, в идеальном мире делать вебинары в нашем условиях, может быть, воркшопы, то есть конференции, обсуждения, наверное, какое-то базовое понимание основных концепций законодательства о персональных данных, чтобы люди после этой информации пришли в свою компанию, посмотрели на процессы с персональными данными, отрефлексировали, пришли уже через месяц, через пару недель, сказали, вот этот закон нам будет мешать таким образом, нам нужно его подкорректировать, чтобы он нам подходил. И еще один важный момент, мы что-то говорим все про бизнес, про госорганы, а люди что думают, потому что законодательство о защите персональных данных, на самом деле они созданы для того, чтобы регулировать, как госорганы обрабатывают данные или как коммерческий сектор, оно создано для того, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными, и могли не просто чувствовать себя, они могли быть защищенными. Вот, и здесь, конечно, на стадии консультирования нужно было бы переводить эти нормы в простые истории, что вот по этому закону потребует от вас согласия, а что, например, по этому закону будет производиться даже без вашего ведома. И тогда бы люди сказали, окей, вы говорите, что по согласию вы мне эту, эту, эту информацию обязаны предоставить, замечательно, я буду знать теперь, как будет происходить моя обработка, обработка моих данных. Ну, вот вы пишете, что при заключении, исполнении договора, одной из сторон, которого является субъект персональных данных, может обработка происходить без моего согласия. Но нету никакой нормы, по которой вы бы обязаны были меня до этой обработки, до этого использования моих персональных данных, информировать о том, что будет в этой ситуации с моей информацией. Люди бы сказали об этом, опять же, нужно при условии того, что их просветили, перевели на человеческий язык нормальную юридическую норму, и, возможно, мы бы получили статью в этом законе, которая бы гласила о том, что до начала использования персональных данных вам компания должна проинформировать про то, что с этой информацией будет происходить, кому она будет передаваться, сколько времени хранится, на каких правовых основаниях это происходило, ну и, возможно, информировать про права людей в связи с этой обработкой. Мы пошли по обычному пути законотворчества. Те, кто разрабатывал, знали про свои процессы, поэтому они свои процессы в исключение добавили. Бизнес участвовал в разработке этого законодательства, участвовал все же, но в гораздо меньшей мере. И он был менее подготовлен. Ну, я скажу, что культура в плане и понимания вот этой терминологии, концепции персональных данных, ей не было откуда взяться в нашей стране в отсутствие предыдущего законодательства, в отсутствие какого-то образования, просвещения в этой сфере. Поэтому мы не получили фидбэка от бизнеса, нормального фидбэка, чтобы закон был более адаптирован, гибкий. И мы совсем не получили от обычных людей ответов. Мы не получили, к сожалению, ответа в этом законе, будет ли законной установка камер в аквапарке и стрим в онлайн того, что происходит в аквапарке, где люди плавают, при этом они одеты, вы знаете, как в аквапарке одеты люди, там разные ситуации могут возникнуть. Один подскользнулся, другая, прыгая с этой горки, лифчик слетел. Это все в стриме, это все показано. Люди знают, как закон этот защитит их. В данном случае я, к сожалению, не настолько глубоко погружался в этот закон. И у меня есть подозрение, что нам придется очень долго и упорно искать ответ на этот вопрос, хотя он бы мог быть заложен на стадии разработки. Каким образом мог быть заложен? На стадии формулирования этих общих принципов. Не фокусироваться на отдельных кейсах. Вот для нотариата это норма. Вот для органов соцобеспечения это норма. А сформулировать работающие принципы, которые можно было бы применить ко всему богатству, ко всему разнообразию жизненных ситуаций. Сергей, ты помнишь, что обычно отвечали разработчики законопроектов на вот это предложение. То есть, ребята, почему бы просто сразу в законопроекте не перечислить принципы, вот как они есть, вот как они в GDPR, как они были в директиве, как они вообще в законодательстве соседних стран. Они всегда говорили, но ведь белорусская правовая система, она же вообще не приемлет норму принципов. То есть норма, в которой написано вот это можно, это нельзя, ответственность вот такая-то, это да. Пока этого не будет, но норма принципа, ну то есть вот и что, что значит минимизация данных? Там же не написано, что сразу же будет, вот как конкретные ситуации, что вот если данных больше, чем вот столько-то, то значит нарушение принципа или что-то такое. То есть что значит нормы принципа? Белорусская правовая система не готова к ним. Но в таком случае мы снова возвращаемся вот к этому феодальному, средневековому регулированию, когда нам нужно для коровы одно правило, для зайца другое, там для коня третье прописать и попытаться это вместить все в какую-то правовую, ну как в непротиворечивую правовую рамку. Ну на этот счет есть, ну механизм, конечно он не очень свойственный для белорусского правового регулирования, но вполне возможно, что он будет принят, потому что, ну, наша жизнь идет по усложнению, по пути усложнения. Если раньше мы могли четко найти все эти ситуации и прописать в законах, хотя это раньше не очень получалось, то в цифровой реальности и в современном мире сделать иначе, как через принципы, это невозможно. Но механизм очень простой. Вы не просто закон принимаете, вы готовите компетентный, государственный, не государственный, наоборот, независимый надзорный орган, который может в рамках своих компетенций, прописанных в законе, разъяснять отдельное положение, разъяснять эти принципы. Заложили принципы, а пусть вот эти ребята, которые погрузятся за ближайшие несколько лет правоприменения, найдут все эти процессы, все эти ситуации с аквапарками, увидят их и попытаются эти принципы применить к этим конкретным ситуациям, если вы считаете, что обычному бизнесу, обычному госслужащему тяжело понять, что он делает вправе, а что не вправе, так вот вам госорган, независимый надзорный орган могут в своих рекомендациях, которые будут иметь силу подзаконного нормативного акта, разъяснять, устанавливать, точно так же, как делает Верховный суд в Беларуси, он выпускает такие постановления, постановления называется, в которых обобщается практика судебная, и в рамках этих постановлений Верховного суда многие суды потом действуют. Точно так же в рамках этих разъяснений, гайдлайнсов на английском, как это действует в Евросоюзе, могла бы происходить конкретизация дальнейших норм. По-прежнему этот сценарий не для нас открыт. У нас в законе упоминается некий надзорный орган в области защиты прав субъектов данных, но сейчас этому надзорному органу придется перед дилеммой столкнуться. в отсутствии принципиального подхода, принципов в законе и в присутствии конкретных, очень четких, но очень узких примеров в этом законе, попытаться растянуть, натянуть эти примеры на очень широкую, разнообразную, многообразную жизнь, в которой мы все очутились в эпоху интернета, интернета вещей, в эпоху мобильных телефонов, компьютеров, смс и так далее. И здесь, конечно, его миссии не позавидуешь, потому что ему не дали нужного инструмента, не закрепив у него, не дав ему возможность разъяснять эти положения и не закрепив в законе таких обобщающих принципов. Например, нет понятия публичного интереса, нет понятия легитимного интереса. Вот эти правовые основания, которые я назвал, могли бы быть вполне хорошим таким основным принципом, скажем, есть обработки в рамках легитимного интереса. Все такие думают, что же такое легитимный интерес, нам непонятно. Тут выходит надзорный орган и говорит, да, по легитимному интересу вы можете, например, установить камеры наблюдения в магазине, но вы не можете эти камеры наблюдения поставить, направить их на дверь туалета, потому что здесь задеваются права ваших сотрудников, посетителей. И вообще в чем интерес? Да. Насколько он легитимный? Вы знаете, вы будете в шоке, но это реальный кейс, был, возможно, кто-то был в таких магазинах Aldi в Германии, когда вот эти камеры наблюдения, которые устанавливались в магазинах, цель которых декларировалась, что это для безопасности и для защиты от краж и прочее, стали использоваться, их пытались использовать для того, чтобы считать время, проведенное сотрудниками в туалете. и таким образом определяет, сколько человек работал реально, а сколько отдыхал. И это, конечно, дело дошло до суда, этот суд сказал, никакого легитимного интереса здесь нет, потому что непропорциональное использование персональных данных людей, причем вредящее их интересам и правам. И с этой практикой нужно было распрощаться, и этого уже не происходит. Звучит фантастически, что такие решения, вообще такое все идет в суд. Как сейчас суд или надзорный орган примет такое решение, если ситуация повторится в Беларуси? Ведь здесь же ничего не написано. Сергей, я вот сейчас, как это, возможно, кого-то удивлю, кто смотрит этот стрим, если кто-нибудь смотрит этот стрим. Вообще, есть какие-то вопросы из интернета к нам? А я сейчас проверю. Я удивлю, кто будет, ну, надзорный орган прекрасно, супер, то есть мы говорим про надзорный орган, который даже еще не учрежден, и даже нет какой-то четкой модели, которая бы где-то озвучена была. Каким он может быть в Беларуси, есть только версии, и вот эта вот надежда на то, что, как это, президент его учредит. Но, кто сейчас будет решать этот вопрос, и тут сюрприз, сюрприз, это будет решать участковый, потому что протоколы по той статье, которую мы упоминали, КОАПа, да, составляются органами внутренних дел. Это значит, что участковый должен будет оценить, как там, легитимный интерес, оценить баланс. Его не придется его оценивать, потому что легитимного интереса нет. Да, да, да. Участковый посмотрит, не найдет ни одного исключения, по которым... Начнем с того, что он закона пока еще не найдет даже. По которым камера не должна установлена быть в номере гостиницы или в туалете, и скажет, ну, как бы, норма никакая не нарушена, пойду-ка я разбираться бытовухой, там, убийствами и прочее, чего вы ко мне пришли. Вот. Если это не камера, которая вдруг засняла чиновника, который получал взятку. Да, ну, тут... Слушайте, ну, у меня во всем этом, как бы, есть первая такая мысль, которая зудит, это про независимый орган. Мне кажется, точка предкновения здесь именно в независимости этого органа. И мне кажется, что то, что сейчас происходит с нововведениями этими в административный кодекс, гипотетическими нововведениями в уголовный кодекс, оно как раз-таки, ну, вообще не говорит о том, что оно защищает, это все защищает от чего-то людей, пользователей, клиентов условно, да, то есть про кого мы говорим. То, что ты говорил действительно первоначально все эти законы, они для того, чтобы каждый человек мог чувствовать себя защищенным. Они не для того, чтобы нанять армию лоеров, приватников, как это, специалистов по приватности и там бегать и спрашивать, это можно или нет. Это для того, что каждый собственник бизнеса первоначально должен думать, да, как мне лучше сделать моему клиенту. или там госоргану, чтобы он думал, как мне лучше сделать гражданину и пользователю. Вот мне вот этого, конечно, сильно не хватает. Но если возвращаясь, возвращаться к тому, о чем хотелось бы, наверное, в том числе поговорить, это что конкретно вот сейчас будет происходить. С теми же журналистами, Алексей, вот твой пример про персональные данные, там, которые какой-то журналист распространит. Или там, не знаю, всем сейчас известны примеры в телеграм-каналах, какие-то персональные данные, иногда это обычные люди, иногда это сотрудники, иногда это еще кто-то, они помещаются в телеграм-канал. Как, что теперь будет с новым законом, с тем, кто эти данные разместил, на кого жаловаться, куда идти, что делать. То есть попробуй расскажи про это чуть поподробнее, если у тебя есть какие-то идеи. Уф, ну, как у юриста, у меня сложно с идеями сейчас, потому что, опять же, далеко не все законы сейчас в Беларуси работают так, как они были задуманы. Простой пример закон о массовых мероприятиях, который принят для того, чтобы регулировать массовые мероприятия, для того, чтобы на массовых мероприятиях не случилось чего-то, что случается, когда толпа людей находится в одном месте. Применяется для того, чтобы снимать с балконов флаги. То есть там даже нет людей. Но это ладно. Когда у нас цель закона одна, а применяется он для того, чтобы решать совершенно другие вопросы, возможно, мы с тем же столкнемся с вот этой статьей 23.7 Кодекса об административных правонарушениях. Потому что, как мы уже говорим, применять ее ко всем невозможно. То есть на дню... Яна, у тебя вообще сколько контактов в твоем телефоне? Я же их не публикую в соцсети. Ты их обрабатываешь. Каждый раз, когда ты записываешь кого-то, добавляешь в контакты, ты обрабатываешь персональные данные. Поскольку у нас нет закона, в нем нет исключения, например, для бытовых целей обработки. То, что, например, есть в GDPR, в любом законе есть это исключение. Но у нас этого исключения в законодательстве нет. Поэтому каждый из нас, каждый и каждая, бизнес, простые граждане, каждый день обрабатывают огромное количество персональных данных, каждый день нарушая вот эту новую статью. Умышленно, естественно. Где-то умышленно, где-то неумышленно, но это происходит. Вот. И в этой ситуации закон не может применяться ко всем. И он, значит, он будет применяться точечно и применяться только в каких-то случаях, в которых, не знаю, тот же участковый посчитает нужным применять этот закон. Либо снова не применяться вообще. Точно так же, как у нас раньше было про письменное согласие для обработки персональных данных, который, в общем-то, ни один онлайн-сервис не мог себе позволить и не соблюдал это правило. Точно так же сейчас никто не будет соблюдать этот закон и, возможно, он, эта статья будет либо не применяться никому, либо применяться выборочно. Для меня, конечно, это самое печальное, что может случиться с правом, это вот это вот выборочное применение, избирательное применение права, поскольку полностью отрицает принцип правовой определенности. Когда человек знает, что если я соблюдаю этот закон, все будет хорошо, если я его нарушаю, я буду наказан. Например, одно из проявлений вот этого. Здесь мы видим, что я, во-первых, не могу соблюдать это, потому что я, во-первых, не знаю этих правил, а во-вторых, их невозможно соблюдать. То есть мы сейчас вообще все буквально под риском применения вот этих вот... Да, это интересная ситуация. То есть для меня, например, это забавная, может быть, с точки зрения как-то теории, забавная ситуация, в которой я могу прямо сейчас начинать писать письма в прокуратуру, участковому про обработку моих персональных данных вообще любым сервисом, которым я пользуюсь, и смотреть, что мне будут отвечать на этот вопрос. Подожди, ну в законе говорится про обработку или все-таки про распространение умышленное? Нарушение правил обработки, хранения, нарушение... Там про все сразу. Там про все. Нарушение правил. Вот как бы правило о том, что у меня должны были сначала спросить письменное согласие, оно практически не применяется в Беларуси, поэтому, вот, в общем, на каждом шагу есть нарушение. Сергей? Я понимаю, что теперь, Леш, какой-то человек, который любит писать жалобы, может заблокировать работу любого, любой организации, любой компании, любого госоргана, фактически, который не спросил у него согласия и теперь обязан платить эти штрафы. Да. Вот даже я сегодня сделала анонс и рассказала, что со мной будут вот такие эксперты Сергей Воронкевич и Алексей Козлюк. Я у вас не получила письма. Нет, у меня нет. Ну, ты скажи, что у тебя есть бумага от нас о том, что мы согласились на распространение нашей персональной информации. Это звучит как ад, в который может в любую минуту попасть любой бизнес в Беларуси, не только бизнес, там, как Сергей говорит, это могут быть государственные органы. Если где-то в законе прямо не написано о том, что... Это иногда бывает, ну, то есть, иногда есть такие исключения, что, например, там, не знаю, на границе, там, для какой-то базы данных нет необходимости получать письменное согласие. Вот это прописано, значит, это исключение, оно работает. Но в 95% случаях, может быть, и больше, этого исключения нигде не прописано, и это значит, что, ну, собственно, мы живем в новой реальности, в которой все зависит от участкового. Слушай, ну, серьезно, правильно ли я тебя понимаю, что сейчас, ну, человек любой, журналист любой, он рискует оказаться, ну, под правоприменением нового административного кодекса, и избежать этого, ну, фактически невозможно. Ну, только ходить с этими бумажками и подписывать у всех эти бумажки. Так получается? Совершенно верно. То есть, мы оказываемся в такой ситуации. То есть, если бы была ситуация, в которой было бы написано, что, например, там, часть, там, вторая, часть, там, четвертая вступают в силу после, там, не знаю, через полгода после вступления в силу закона о персональных данных, это одна реальность. Но сейчас у нас закона о персональных данных нет, и даже когда его примут, там, собственно, и прописано правило о том, что он вступает в силу через год после принятия. То есть, мы еще неопределенное время, там, от года до полутора или даже больше, ну, то есть, если успеют принять закон в весеннюю сессию, мы живем вот в таком, на таком диком западе, где шериф уже достал револьвер, но никто не знает, в кого и как он будет стрелять. Да. Кого защищают эти нововведения в административный кодекс? Логика их непонятна. Вот. И здесь, конечно, ну, это ненормально, это неестественно, когда вначале идет санкция, а потом появляется правило за нарушение этой санкции. Вот. Это действительно... Здесь, конечно, в нашей реальности тяжело чему-то удивиться. Вот. Я, ну, хочу хочу одну вещь сказать, что, конечно, появление бы закона о персональных данных, многие из этих ситуаций для обычного гражданина, обывателя, решил. то есть в законе есть норма про неприменимость и нерегулирование обработок в рамках бытовой и личной деятельности. вот наше вписывание наших контактов в телефон является этой бытовой личной деятельностью, и мы бы подпадали под исключение этого закона, и, следовательно, это действие не... ну, собственно, за него нельзя было бы получить штраф в административной. Сейчас все по классике, классическое определение произвола. Произвол это не то, что там какое-то должностное лицо нарушает закон. Произвол это когда когда закон применяется выборочно, избирательно, на усмотрение. Сегодня мы его соблюдаем и применяем, завтра не соблюдаем и не применяем. А сами будем решать, какой закон кому применим. Потому что он срабатывает, в данном случае отсутствие закона и эти правила срабатывают практически к любому из нас, к любому из граждан. и мы попадаем вот до вступления в силу, до принятия закона о персональных данных в ситуацию Дикого Запада и избирательного применения этого права. Фактически, когда создаются условия, все условия для произвола. В принципе, к нам к этому не привыкать, но все равно создание еще одного условия для такого произвольного применения это, конечно, было абсолютно нелогичным. Может быть, у Леши есть версия логики законодательной, мне она только есть догадки. Леша, как ты думаешь? Кого защищает закон Леша? Кого защищает не сам закон и персональных данных, потому что мы-то знаем. Закона еще нет. Закона нет. А вообще эти новые нововведения. Нововведения. Опять же, чего мы тут будем ходить вокруг да около? Очевидно, что последние полгода вот эта вот практика деанонимизации силовиков, практика как-то перечисления тех, кто ответственен за фальсификацию избирательного законодательства, попытка каким-то образом зафиксировать ответственных за нарушение прав человека, она приобрела такой массовый характер, и в том числе очевидно, эти люди столкнулись в том числе с общественным порицанием. Возможно, это такая попытка загасить вот этот пожар, потому что чего мы только не видели в правоприменении, как, собственно, пытались остановить эти процессы. Ну, то есть почтальонка, которую привлекали по уголовной статье за распространение сведений, которые составляют тайну личной жизни. вообще безумие, то есть просто совершенно нецелевое применение этой статьи. Мы видели разные, ну, разные другие. Вот сейчас... Журналист. Да, сейчас это как раз журналист, который, которого привлекают за вмешательство в деятельность у представителей органов, правоохранительных органов с целью как-то изменить их законный характер деятельности или как-то так. То есть эти вещи, которые так никогда не применялись именно в таком контексте, более того, там, где уголовный закон должен вообще-то работать совершенно с другими последствиями и совершенно другой общественной опасностью этих действий. А здесь получается, как бы вот, ну, решили быстренько придумать какую-то статью, которая как-то бы охватывала максимальный круг действий, которые можно запретить и за которые можно привлечь к ответственности, не заботясь о том, что вообще-то это охватывает не только там администраторов телеграм-каналов, не только журналистов, но также это охватывает вообще в принципе любого человека в Беларуси и любой бизнес и там государственные органы. Ну что же, теперь интересно, ну то есть, когда какой-нибудь ЖЭС вывешивает списки должников где-нибудь? Мы идем к участковому. Вперед к участковому, да, пусть разбирается, потому что, ну что же, раз право, как это есть, раз есть закон, он должен исполняться, видимо, так думает законодатель. Информация в жировках, использование, ну, рассылка информации про, не про задолженность, а про сколько нужно заплатить, разве это не обработка персональных данных. Кто-нибудь давал согласие на ЖЭСу на эту обработку данных? У меня никакого договора с ЖЭСом нет. Вопрос, конечно, да. То есть, прискорбно. Давайте, может быть, поговорим, что все же ждет, когда закон появится? А есть вопросики? Есть один, на самом деле, вопрос из Казахстана. В Казахстане законодательно рассматривается инициатива по ведению реестра операторов персональных данных. На основе уведомления будет создан сервис по обеспечению защиты персональных данных, которым граждане смогут давать и отзывать согласие. Также в функционале сервиса будет как раз возможность ведения учета операторов. Надо отметить, что формулировка широкая и по ее смыслу все, без исключения вида обработок операторов, попадают под действие. Можно ли узнать мнение спикеров на этот счет? Руслан Дайрбеков, Казахстан. Есть ли какое-то мнение у спикеров на этот счет? Давай, может, я начну. Сергей продолжит. Коротенько. В принципе, практика введения реестров всех операторов она была где-то на начальных этапах развития законодательства о персональных данных. От этого отказались. Как раз таки в связи с тем, что их слишком много. То есть, зачем ввести этот реестр? А вот идея с тем, чтобы граждане могли в каком-то удобном виде давать и отзывать согласие на обработку персональных данных и быть уведомленными об этой обработке. Это классная идея. Обычно такие вещи делают в персональных кабинетах. В первую очередь это касается обработки данных государственными органами и запросов, которые идут в государственные базы данных. Когда человек уведомляется смской или в личном кабинете на портале госуслуг о том, что, не знаю, нотариус такой-то тогда-то запросил данные. Министерство соцзащиты получило эти данные в рамках какого-то действия. Банк запросил данные для того, чтобы выдать кредит. Человек видит, ага, я к этому нотариусу никогда не ходил. Это потенциальное злоупотребление. Человек идет в прокуратуру, говорит, вот тогда-то было обращение, проверьте его. То есть, это очень сильно облегчает деятельность контролирующих органов, которые должны следить за исполнением законодательства о персональных данных и одновременно включают людей, информируют людей и включают их в защиту собственных данных. Идея хорошая. Идея хорошая, но как ее предлагают делать в Казахстане, достаточно спорный вариант. Это отдельный вопрос. Есть ли у тебя, Сергей, какое-то мнение на этот счет? Вот тут. Коротенько. Я, конечно, не в курсе деталей этого предложения, но здесь нужно действовать из принципа, чтобы защита персональных данных не вредила, не создавала больше рисков, чем их обработка данных. Беда еще со старым мышлением, которое было характерно для индустриальных эпох, что у нас есть стремление все в какой-то единый центр заложить, все в какие-то единую базу, единый реестр и прочее, свалить все в кучу и якобы это чем-то нам облегчит использование. А потом оттуда все куда-то утечет? А потом все централизованно это утекает оттуда, в результате действия каждого становятся известны, очень большая масса информации личной, которую вы уже поменять не можете. Ну как вы можете изменить свой год рождения либо дату, ну либо можете можете ли вы изменить легко свою фамилию, можете ли вы адрес каждый раз менять, когда произойдет утечка, что будет с биометрией, которая окажется в общем доступе. То есть это проблема, которая ну проблема скорее в мышлении, проблема в подходах, попытка все зацентрализовать, это имело смысл там в 70-е, 80-е годы, когда был подход, вот давайте централизованно в одном городе, поставим металлургический завод, и там же будут шахты, и там будет полный цикл производства, это разумно, но в случае с персональными данными и с любой информацией, здесь как раз таки действует от обратного. Подход должен быть сегментация, распространение, распределение этой информации по разным корзинкам, чтобы в случае, если произойдет проблема с одной корзинкой, с персональными данными, все персональные данные, все системы не были скомпрометированы, потому что в текущих реалиях накопление всей информации в одной базе, в одном месте создает такой уровень выгоды от компрометации, такой уровень искушения для сотрудников внутри этой организации, такой уровень коррупции, потенциальной выгодной коррупции, которая может происходить внутри этой системы, внутри этого госоргана, что эти данные будут еще менее защищены, как правило, поэтому единый портал, где будут регистрироваться все операторы, плюс еще вы будете знать, какой из людей, какому оператору давал согласие, скажем, какая-нибудь клиника, которая делает аборты, берет согласие на что-то, и в этом едином портале видны женщины, которые давали согласие этой клинике, эта информация дает, в случае утечки будет видно, когда она делала аборты, когда она принимала это жизненное решение, и в этой ситуации, конечно, централизация это не выход, выход децентрализации, и в данном случае децентрализация это то, что требуют современные законы, GDPR, а именно запрет на совмещение этой информации, собранных для разных целей, чтобы совмещенная информация не создавалась новая информация о людях, потому что если вы совмещаете, например, геолокацию с человеком, где он находится, совмещаете в открытом доступе находящиеся картами церквей, костелов, мечетей, то вы получаете информацию о религии, вы знаете, что человек по субботам ходит, куда по субботам ходит, в мечеть или в синагогу, наверное в синагогу, а по воскресеньям в костел вы уже знаете, что этот человек верующий, очень активный верующий, и уже можно делать, строить выводы на это. Можно использовать эту информацию. Я, кстати, еще дополнил про эту децентрализацию и те схемы, как можно решить ту же проблему, но не создавая тех рисков, о которых говорил Сергей. Это вообще новый тренд, который сейчас развивается, и про это много сейчас говорят, дата трасты, которые как раз таки занимаются менеджментом персональных данных по поручению субъектов данных. Это совершенно отдельная тема. Это совсем другая история. В нашей реальности, когда мы сейчас обсуждаем участкового, который будет применять ответственность за нарушение законодательства персональных данных, которого почти нет. Я думаю, участковый сам не рад этому. Да, возвращаясь к нашей ситуации, еще, насколько я слышала, ходили еще слухи про введение какой-то уголовной ответственности по персональным данным и так далее. Как вы к этому относитесь, как считаете, вообще имеет ли смысл хоть какая-то уголовная ответственность по этим статьям, по этим правонарушениям, что говорит GDPR, есть ли там что-то такое, можете ли коротко как-то на это отреагировать? Сергей, как специалист по зарубежному праву, может, наверное, начать. Зарубежный, хорошо. Ну, это вещь довольно редкая в мире, но в Евросоюзе нет уголовной ответственности прямо за нарушение законодательства персональных данных. Это решается довольно серьезными санкциями, опять же, заложенные внутри закона, с четкими правилами, с принципами и разъяснениями надзорных органов. Это решается таким способом. Конечно, есть подходы и во многих странах Азии, когда есть такие общие нормы, под которые может попадать действие, связанное с персональными данными, но конечно это что-то новенькое будет, если такое произойдет у нас в стране. Это, наверное, будет первая страна. А калифорнийский закон? Ну, про уголовное? Уголовное бывает не только посадить, есть же еще уголовный штраф. Насколько я помню, там есть такая опция, как уголовное преследование за серьезные нарушения, которые повлекли крупный ущерб. я не думаю, что мы пойдем по уровень нашего законодательства будет сравним с калифорнийским. В какой-то части. Ведь, понимаете, ответственность должна быть пропорциональна степени детализации и степени проработки этого законодательства. То есть потенциально можно предположить, что это было бы в тренде, кстати, европейского законодательства тоже усиление ответственности за нарушение персональных данных. Но, извините, построить уголовное преследование на базе GDPR, на базе кип разъяснений сложившейся судебной практики общеевропейского судебного органа European Court of Justice либо судебного органа Европейского Совета Европейского Суда по защите прав человека. Это одно. Поставить уголовную норму в уголовном кодексе на базе еще не сложившейся практики, отсутствующего даже во втором чтении закона. Ну, это... В общем, вы в это не верите, что все-таки будет уголовное какое-то преследование? Вы знаете, это может вполне произойти. Верить и как-то и не разделять оптимизм, по этому поводу. Это разные вещи. Окей. Но это будет очень деструктивное решение, деструктивная норма, и в принципе она не принесет точно никому пользы. Хорошо. Я бы еще пару слов дополнил. Кроме того, что я, конечно, согласен с Сергеем по поводу того, что климат разный и соответственно уровень проработки тоже разный. в реальности, в которой законодательство о персональных данных призвано как раз-таки защитить человека от, скажем, более влиятельных субъектов, от более влиятельных акторов, бизнес, крупный бизнес, государство. Вот там как раз экономическая ответственность, то есть штрафы намного более действенная. А как раз-таки ответственность уголовная, которая, ну вот в Беларуси, например, уголовная ответственность применяется только к физическим лицам. То есть во Франции, да, есть уголовная ответственность юридических лиц, но у нас-то это применяется к физическим лицам. И тут возникает такое подозрение, а не хотят ли они применить это законодательство к тем же журналистам, к тем же расследователям для того, чтобы как раз-таки ограничить свободу слова. Ну опять же, мы возвращаемся в точечное потребление законодательства. Вот именно, да, получается, что не еще, я в принципе ни разу не слышал про применение той самой статьи, которая у нас была до первого марта, которая как раз-таки касалась распространения персональных данных. И пока еще не слышал про применение административной ответственности. И в этой ситуации попытка еще и включить как бы следующий уровень уголовную статью, которая касается распространения персональных данных, мне кажется, это совершенно преждевременный и необдуманный шаг, если мы исходим из интересов права и интересов субъектов данных, ну собственно, которых закон должен защищать. Давай, Сергей, коротко. Если резюмировать, получается, вся наша дискуссия и смысл дискуссии о законодательстве, о защите персональных данных будет иметься в случае восстановления законности. Восстановление законности и применение законов в справедливый, справедливый способом, в справедливой манере. По сути, есть такая книга замечательная от Джамогула и Робинсона «Why nations fail?» «Почему одни страны богатые, другие бедные?» Там есть такая концепция про инклюзивные и экстрактивные институты. Инклюзивные делают общество богаче, людей ровнее, в том числе в части своих прав, а экстрактивные создают нищету, бедность и доминацию какой-то отдельной группы людей или человека в обществе. Так вот, есть там, эти институты взаимодействуют между собой, например, экстрактивные поддерживают друг друга, но зачастую случается так называемый vicious или virtuous cycle, то есть эти, вот это взаимодействие происходит, не знаю, как по-русски сказать, как по-русски сказать? Заколдованный круг или как-то порочный круг? Порочный круг, да, порочный круг, когда экстрактивные институты, порождающие бедность и нищету, поскольку они доминируют в обществе, они захватывают и начинают применять в сторону произвола, в сторону концентрации власти, в сторону концентрации экономических ресурсов, в том числе инклюзивные институты. И в данном случае закон о персональных данных, как инклюзивный институт, потенциально делающий людей более равными, общество более справедливым, делающих, окружающей заботой людей может быть использован вот в этом заколдованном круге для того, чтобы наоборот создавать бедность, создавать дискриминацию, создавать страх, произвол. То есть он любой нормальный институт в системе, в которой доминирует вот именно экстрактивные институты становится еще одним экстрактивным институтом. И мое опасение, что пока мы не заменим этот круг, создающий бедность, нищету, бесправие на круг, который создает равные права, создает народовластие, создает уважение к правам, создает справедливость в обществе, создает положительные экономические стимулы. Любой прогрессивный закон станет фактически реагрессивным. И в нашей ситуации любая норма рискует оказаться, будучи созданной спроектирована для того, чтобы людей защищать, она начнет использоваться для того, чтобы права людей, права общества ущемлять. и в этом случае закон о персональных данных, к сожалению, не исключение, потому что его нельзя изолировать от других законов, нельзя изолировать от того, кто эту норму, кто этот закон применяет, нельзя изолировать от политики и экономики в обществе. Поэтому к моей, ну вот, почему я люблю работать с европейским законодательством о регулировании о защите персональных данных, почему я люблю помогать компаниям, приводящих в соответствие свои процессы именно с GDPR, потому что GDPR и как, ну и другие ну там стандарты, акты, они как раз таки создают богатство, они генерируют равные возможности для людей, равные права, они как раз таки про любовь и уважение. К сожалению, иногда ты можешь быть правосистом в Евросоюзе и создавать добро, но также может оказаться, что ты будешь юристом, применяющим законодательство о защите персональных данных в каком-то другом регионе и твои усилия будут служить для того, чтобы происходило зло. И здесь это такая дилемма и ситуация тупика, пока положительные институты, инклюзивные институты не станут доминирующими в нашем обществе, то даже новый закон нас не спасет. Закон, к сожалению, не спасет, не спасет ряд других вещей, поэтому моя надежда это на то, что как можно больше инклюзивных институтов будут создаваться нашим обществом и в конце концов мы этот заколдованный круг разорвем и в Беларуси законы будут создавать равные условия и создавать справедливость, да, то есть а не служить каким-то инструментом для того, чтобы инструментом насилия. то есть цитируя неизвестного сантехника, в общем, кран менять мало, тут всю систему надо менять. В этом анекдоте сантехник оказался при сталинизме в ГУЛАГе, да, вот, да. Ну что ж, так тоже бывает. Очень, конечно, такое немножко грустное завершение, что не новый закон, который все-таки скорее всего выйдет, нас не спасет. Хочешь я более веселое завершение? Ну давай, попробуй. На самом-то деле я очень рад, что этот разговор сейчас состоялся. Я бы еще хотел, кстати, прорекламировать подкаст Сергея, Сергея Марии, который они делают нечего скрывать, да, вот. Если не слушали, то послушайте обязательно, там как раз все эти темы там в разных преломлениях поднимаются, в том числе то, что касается GDPR, каких-то конкретных ситуаций, то, о чем нам еще предстоит поговорить. Я очень рад, что у нас сейчас этот разговор состоялся, потому что, например, Privacy Day, который мы каждый год проводим как Human Constant, как правозащитная организация, мы в этом году сознательно пошли на отмену этого мероприятия по соображениям безопасности, ну то есть мы не могли предложить никому участвовать в этом, в Беларуси. Но я рад, что сам разговор происходит, к сожалению, как бы из стейкхолдеров в нем участвуют только собственно те, кому это надо, ну те, кто готовы к этому диалогу прямо сейчас, очевидно, что этот диалог неполноценный без государства, я очень жду тех времен, когда мы сможем вести этот диалог в том числе с представителями государства, возможно, я уверен, что это время настанет. Ну а пока нам, собственно, остается как-то разговаривать об этом хотя бы в таком кругу и просвещать людей, доносить до них ценность защиты приватности и собственно ценность инклюзивных институтов, которые создают богатство, создают большие условия для равенства и для процветания нашего общества, а мы, собственно, этого и хотим для Беларуси. Спасибо большое, спасибо большое, Алексей, Сергей, очень-очень мне понравилось вас слушать, очень было интересно, насыщенно, я бы еще, наверное, часик посидела, но мы обещали только полтора. Спасибо всем, кто смотрел, если есть какие-то вопросы по теме, вы можете задать это в комментариях, я туда обязательно призову к ответу наших спикеров, и вы получите все дополнительные ответы на то, что вам интересно. Вот, всем спасибо, и, да, наверное, на этом будем заканчивать и прощаться. Спасибо огромное. Спасибо, Яна. Всем пока.